острого дня господа нажиманы с вами снова алексей пановарев и ножевая колонка видеонайфи видеонайфи про ножи cold steel хорпота видео не будет он здесь просто так ходит сегодня рассказываю про ножи пролайт про пролайт масло масло не важно пролайты это свежие бюджетники от компании cold steel сделаны из немецкого крупа 41 16 и имеют вот такие вот замечательные формы это тантоид это клип насколько помню всего две модельки всего два клинка у них сделано и наверное этого достаточно ножи легкие крепкие опять-таки у них используется тот самый триадлок это вот бэклокс вот этого самой втулкой которая вот здесь вот вы видите попадает она вот сюда и то самое коромысло нас запирает здесь все красиво кому интересно в интернете прочитаете на скорее всего уже все все прочитали про преимущество триадлока перед обычным бэклоком как я люблю всем показывать выпендриваться одной рукой бэклок открывается закрывается как и триадлок абсолютно спокойно не нужно этого бояться приобретайте и пользуйтесь и радуйтесь открываем он уж стандартно обратным хватом мы его встрагиваем с место и закрываем вот можем это делать специальный живот у кого остался можете это делать махом может делать как угодно ножи относительно легкие потому что у них нет внутри никаких стальных лайнеров если на видео будет видно я все-таки стараюсь как-то показать лайнеров там нет никаких хороший вопрос был на днях а на чем же крепится клипса вы крепко удивитесь но там внутри поставлена вот такая вот полукруглая маленькая деталька которая является мамой для вот этих вот винтиков и клипса держится через получается такую гайку на три посадочных отверстия то есть клипса держится крепко не разболтается не вырвется с мясом никогда дальше темлячное отверстие понятное дело позволяет ножу получить украшение в виде большого красивого темляка или маленького некрасивого это уж как у кого получится гравировки у нас здесь про light здесь call steel герман герман хорошее слово немецкий 4116 надпись тайвань понятное дело что это тайваньские заводы cold steel хорошие уверенные и весьма качественные причем оговорка про качество совершенно лишнее мы все помним что cold steel и в большинстве своем наверное процентов 80 выпускаются на этом самом тайване не знаю что еще рассказать про эти ножи у них есть вот такие вот выемки на спине для того чтобы упереться большим пальцем они сделаны крупные с такими наплывами сюда удобно операции они даже не сильно вырезаются возможно это сделано для большой перчатки тогда это будет удобно и вот такая вот выемка на два пальца то есть удобно взяться за него правильно и он ложится в руку так как надо то есть изначально производитель нам закладывает тот хват которым этим ножом будет орудовать удобно выбирать клипали выбирать танто это выбор ваш о первой части грубо говоря они очень похожи здесь такая ступенька у обоих сделано абсолютно одинаковые шпиньки и вся разница начинается примерно середины клинка где она один уходит на клип 2 на танто линейка показывает что клинки у этих ножей 86 87 миллиметров толщина порядка трешки хороший уверенный нормальный абсолютно ножки если сравнить с известным уже всем и вся вы джором то мы увидим что это более компактный класс то есть вот так выглядит полайт вот так вот выглядит стандартный вояджер который у них считается воеджер large который мы считаем стандартным да все говорят воеджер все подразумевают конкретно вот этот вот нож не думая о том что изначально воеджер он вообще вот такой маленький вот только потом вот это называется large и потом уже получается воеджер excel ну например вот вот уже так выглядит excel который вот мой в поюзе мой со мной всегда вот компакт-класс пролайт в виде клипета в виде танто это и сравнение с воеджером воеджер особо ничем от них не отличается только хотя как это нет расскажу про него подробнее наверное его в обзорах у меня еще и не было старый и ужасный воеджер теперь встали cts bd1 которая пришла на смену аус 8 и говорят что даже неплохо себя ведет и от аус 8 крепко отличается не знаю я вот cts в большом выживали сам пользуюсь она также петингует она примерно также режет я честно говоря разница большой не увидел но не о нем сейчас речь вот вы же он вот клипетов вот этих вот от пролайтов отличается тем что здесь спуски вот середины половинчатые а здесь спуски от обуха мне больше нравятся ножи со спусками от обуха не может чуть слабже на излом но зато рез у них интереснее дальше он имеет фактурированную рукоять если у пролайтов мы видим вот такую шагренивую пластиковую фактуру то здесь у нас все крестиках таких мальтийских вот и вполне нами нают руку работать долго не очень интересно даже учитывая то что по спине а у него все весьма плоско и гладко да вот эти части они все но очень шершавые и не лучшим образом ведутся с рукой но самая жопа в том что клипса и это рукоять сжирают карман джинс мгновенно клипс приходится отгибать чтобы она была не клипса я крючком таким образом нож держится в кармане потому что если оставлять упругость стандартной клипсы то это дурдом ромашка прощай карман и приходится пришивать свежие вставки вот к минусам я бы наверное здесь отнес не совсем четкое расположение темлячного отверстия я считаю что темляк должен носиться на ноже максимально близко к его задней точке а здесь получается что темлячное отверстие на два сантиметра дальше от этого хвоста мне вот так не нравится тут как фломастера на вкус и цвет у каждого свой любимый но не знаю почему мне кажется что вот так вот правильнее если не лень напишите в комментарии ваше видение где должно быть темлячное отверстие как на правайте или как на вояджере ну вроде все рассказал вроде все написал ножи красивые крепкие колд стиловые больше всем ножей больше ножей больше радости больше остроты в жизни друзья мои смотрите мои видео подписывайтесь на канал заходите в группу вк точка ком слэш бруталика больше вам ножей всем удачи